Теорема Франа. Какое наибольшее количество ребер может быть в графе, в котором n вершин и для начала нет подграфа полма на четырех вершинах? Понятно, Франок? Да. Ну, давайте подумаем. А, ну это этот треугольник. Для графа без треугольников мы решили задачу. Вы правильно говорите, да. Там двудольник. Когда без треугольников, то там ответ такой, да? Да, когда есть... Там целая часть n пополам, верхняя целая часть n пополам. Так? Да. Гипотеза. Как будет, если нет полного графа на четырех вершинях? Ну. Надо взять трехдольный граф. Так? Да. Надо взять трехдольный граф и в нем расположить более или менее поровну. Да. Что такое более или менее поровну? Это значит, что вершин должно быть a, b и c. При этом a плюс b плюс c это у нас n. И при этом расстояние между числами a и b, b и c и a и c должно быть не больше идиц. Ну, то есть, что на самом деле надо сделать? Надо разделить n на 3 с остатком. Да. Не полный и частный положить. И потом остаток по единице распределить. К нижняя часть от n делить 3. Да, да, да. К нижнюю часть от n делить на 3. И к верхней части от n делить. Не совсем. Не совсем. То есть, все-таки, через верхние целые части это тяжело сказать. Вернее, это можно сказать. Но я сейчас не хочу в это углубляться. Идея там... Вот если уж совсем писать через целые части... Ладно, скажу. Через целые части это будет так писаться. Надо взять n разделить на 3. Дальше надо взять n плюс 1 разделить на 3. И дальше n плюс 2 разделить на 3. Вот на самом деле будет так. Объясняю. Если n делится на 3, то тогда n равно 3k. То это будет k, k, k. Если n равно 3k плюс 1, то это будет k, k, k плюс 1. Если n равно 3k плюс 2, то это будет k, k плюс 1, k плюс 1. Поняли? Да. Вот на самом деле такой граф... Так вот, во-первых, оказывается, что так будет не только для 4. Ну, это всего... Скажем, для 5 это будет 4-дольный граф. Мы вот с такими долями, да? Целая часть n делить на 4, целая часть n плюс 1 делить на 4 и так далее. Вот. Вот это затем турал. Оказывается, что одно из доказательств теоремы для трёх... Вот когда бед граф в карте без трёблика, фактически дословно переносится. Давайте вспоминать. На прошлом занятии было так. Мы решали задачу взять, называется теорема мантеля. Туран – это общий случай, а мантеля, вот этот трёблик, такую, дан граф на англешитах. Насколько много можно провести рёбер, чтобы там не было ни одного трёблика. Понятно? И выяснилось, что наибольшее количество в графе, в котором в одной компоненте целая часть n пополам, а в другой компоненте целая часть n плюс 1 пополам. Всё понятно? Всё понятно. Отлично. Так вот, ребят, Напомню вам одно из доказательств, которое было на прошлом занятии. Оно начиналось со слов «Рассмотрим вершину наибольшей степени». Вспоминаете, кто был? Да, я помню. Было? Чё-то было. Меня сейчас интересует граф, в котором нет качки, в котором нет полного подграфа на четырёх вершинах. Так? Да. Так, я говорю, что вообще-то можно взять вершину наибольшей степени. Давайте я обозначу. Точка А. Из неё выходит некоторое количество рёбер. Отлично. Неважно. Сколько-то рёбер. Сколько-то рёбер из неё выходит. Смотрите, господа. А вы понимаете, что есть некоторые вершины, которые не соединены с точкой А. Да. Да? Ну, может, и нету, тогда их пустое множество. Потому что есть множество вершин, не соединённых с точкой А. Так? Да. Отлично. Давайте-ка себе нарисуем. Мы знаем, что в нашем графе нет качки. Так? Да. Нет качки. Вот это, это главное. Вот сейчас я рад хочу сказать вам следующее. Вершина А была максимальной степени. Это значит, что вот из этой вершины выходит рёбер, мы не знаем, куда они выходят. Куда? Их выходит не больше, чем из точки А. Да. Так. Я сейчас совершаю следующий поступок. Я беру, уничтожаю вот эти ребра, но, которые были внутри, которые вот из этой точки выходили внутрь. но зато соединяю её сюда со всеми точками. Так, идея понятна? Да. Скажите, пожалуйста, может ли появиться граф К4? Может. Нет? Нет. Нет, для треугольника. Еще раз посмотрите. Была вершина наибольшей степени. Была? Да. Была. Я беру среди несоединенных с ней любую вершину. Там она была с какими-то соединена, вот видимо, с флошинами нарисована, с какими-то не соединена. И вот здесь могла быть соединена. Я их зачеркиваю, эти ребры, но зато соединяю сюда. Смотрите, что при этом происходит. Если вдруг возник граф К4, то, собственно говоря, понятно, что эта вершина в нём должна быть. Потому что остальные ребра я, собственно, не портил. Значит, в это К4 должна входить вот эта вершина. Очень хорошо. А где еще три остальных? С этими она не соединена, поэтому они не могут быть. Так? С этой вершины, которая соединяется? С этой не соединена. Значит, эти три, это где-то здесь, так? Но если здесь есть три вершины, которые соединены между собой и с ней, то, извините, они же с этой тоже соединены. Значит, он уже был. Если возник К4 с участием этой точки, то был К4 с участием точки А. Эта точка становится прям как А. Молодец. Да, это точно так. Эта точка становится, собственно, отличимой от точки А, потому что А соединена со всеми этими и только с ними. И эта точка соединена со всеми и только с ними, так? Да. Отлично. Возросла при этом максимальная степень. Да. Но она не уменьшилась. Она не уменьшилась, точно, да. Количество ребра Крафа уж точно не уменьшилось, да? Да. Замечательно. Количество ребра Крафа при этом могло возрасти. Да. Я теперь беру вот эту точку. И то же самое. То же самое. Все ребра, кто из нее здесь выходили, уничтожаю, но зато сюда соединяю. И опять, количество ребра Крафа не уменьшилось. Не уменьшилось. Все понятно? Да. И что дальше будет? И так можно со всеми точками идти? Из точки А и вот этих точек образовалось множество точек, которые в них, в том числе, все одинаковые. Все эти точки между собой не соединены. Так? Да. Но зато с каждой из этих соединены. Перелет. Понимаете, что если у нас есть Ка-4, то в него может войти максимум одна из этих точек. Потому что здесь вот они между собой будут не соединены. Поэтому в полный граф не могут войти, а не вдвоем, да? Угу. Замечательно. И значит, какое требование будет на вот эти точки? Там нет чего? Нет Ка-4. Треугольник? А, ну да. Не Ка-4 уже. То есть это соединяется в 7. Раньше шел разговор о том, что нет? Ка-4. Ка-4. Когда мы эти точки вытянем, не будет чего? Ка-3. Ка-3. Но про Ка-3 вы знаете, что знаем? Да. Это какой граф? Максимальное количество рёбер в полном, в удольном графе, когда количество точек почти одинаковое. На четырёх. Почему на четырёх? Ну, более-менее на половинку, а доставшуюся вершину. И значит, смотрите, точка А вместе с этими теперь выражает одну долю. Смотри, вот они нарисованы. А, да. А вот этот без треугольников разобьётся на две. Дошло? Дошло. Теперь, почему А, Б и С будут отличаться друг от друг, что не больше, чем на единицу? Как с прямоугольником? Конечно. Теперь вы не можете нарисовать. Представьте себе, что вот эта доля будет очень маленькой, а наоборот, эта доля будет очень большой. Тогда мы можем делать очень простую вещь. можно точку из большой перебросить в маленькую. Что при этом произойдёт? При этом вот эта точка... Она потеряет А плюс С и получит В плюс С. Вот. А так как там А в один... В б было больше... Да. Значит, она останется в плюсе только. Все понятно? И количество ребер возрастёт. И поэтому максимальное количество ребер будет, когда числа А, Б и С почти одинаковые. То есть отличаются друг от ушки не больше, чем на единицу. И значит, количество будет вот такое. Как вы, господи, очень важно, очень важно, что есть общая переброса. Что если у вас ставится задача без КМ-това, понятно, да? без полного графа на Эмбершинах, то ответ в этой задаче будет какой? Ответ. Н делённое на... Количество ребер. Графа. Целая часть от Н делённое на М минус один. Почему М минус? Потому что... А, да. М минус один. Потому что для трёх было два. Да, да, да. Н. И пока... М минус плюс М минус один. Не минус один, по-моему. Давайте подумаем. Здесь должно быть всего М минус одно число. Да. У меня есть ощущение, что М минус два. Вот давайте подумаем. Если М равно трём... Да, 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 М минус два. Делить на М минус один. Идея понятна? Это числа Н плюс ноль, Н плюс один и так далее. Н плюс М минус два. Здесь всего М минус одно число. А, да. Вот такой. М минус один дольный граф. Да. В котором количество вершин вот такие. Ну, вообще-то доказали теорию. Доказали? Доказали. Доказали. А теперь, что мы вместе с учетом. Двадцать два писателя. Каждый из них прочитал произведения трёх из этих двадцати двух писателей. Докажите, что можно найти четырёх писателей из этих двадцати двух. Так, что никто из них ничьи книжки не читал. Ну, давайте я его объясню. Есть граф, в котором двадцать две вершины. Понятно? Да. Из каждой вершины выходят три стрелочки. Ну, в какие-то и другие. Стрелочек всего тогда шестьдесят шесть, да? Докажите, что можно найти четыре вершины. У которых стрелочка между собой. Да. У которых между собой и две стрелочки. Шестьдесят шесть. Шестьдесят шесть, да? Ну, то есть, три. Надо найти, сколько способов можно четыре вершины взять. Три умножить на двадцать два – это? Шестьдесят шесть. Шестьдесят шесть. А теперь такой вопрос. А сколько может быть ребер в графе на двадцати двух вершинах, если там нет полного четырехугольника? Это же мы сегодня уже решали. Как выглядит максимальное количество, повторяю, когда нет полного четырехугольника? Ну, это семь, семь и восемь. Так. Семь, семь, восемь. Все согласны, что это взбиение числа двадцать два на три слагаемых? Почти не отличим. Мне кажется, вот эта восемьарка, она и будет причиной. Нет. Сколько не берешься? У него шестьдесят шесть. Ну, 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 почему шестьдесят шесть? А, ребер? Ребер семь на семь плюс семь на восемь плюс семь на восемь плюс семь на восемь. Да. Это чем? В нем ребер вот столько штуков. Это максимальное количество ребер, которое может быть в графе, в котором нет ни одного четырехугольника. Сто шестьдесят одно. Сколько? Сто шестьдесят одно. Сто шестьдесят одно. Точно посчитали? Ну, можно семь на восемь – это пятьдесят шесть. Да. Пятьдесят шесть на два – это сто двенадцать. Да. А сорок девять – это пятьдесят минус один. Да. Получается, сто двенадцать плюс пятьдесят – это сто шестьдесят два. Молодец. И минус один – сто шестьдесят один. Сто шестьдесят одно ребро. Да. А стрелочи – шестьдесят шесть. А вот стрелочи. Казалось бы, они как-то странные, чтобы все... Непонятно, как это. А, ну... Вы подумайте, а что вам нужно? То есть, сто шестьдесят один минус шестьдесят шесть – это сколько? Нет, не то. Еще раз, вы на самом деле... Надо понять, где стрелочки не обновлены. Молодец. Нам же нужно, внимание, не там, где стрелочки есть. А там, где их нет. Ведь нас что спрашивали? Докажите, что найдутся четыре писателя... Каких писателя? Между которыми стрелочек нету. Между которыми... Между ригами двумя стрелочек нет. Ребята, поэтому на самом деле меня интересуют не эти шестьдесят шесть. А наоборот, все остальные... Вот так. А этих остальных? Может, надо посчитать, сколько вообще может быть стрелочек, а потом минус шесть? Надо посчитать, сколько ребер в графе, в полном графе на двадцати двух вершинах, и сколько же их будет? Двадцать один плюс два плюс одиннадцать. Ну-ну-ну, мы уже так проще отсчитали. Двадцать два плюс... Да. В случае, если кто-то прочитал, и тот его тоже прочитал. Но не меньше, чем 231 минус 66, сколько будет непрочитанных? Это сколько? 165. Сколько? 165. 160. Точно? Да. 5. А каким свойством обладает число 165? Больше чем 161. Оно больше, чем 163. Ну, 4. Неважно, сколько. Оно больше. Оно больше. Так, давайте вдумаемся. Что здесь написано? Ну, значит... Смотрите, не дарите. У нас есть 22 человека, так? Да. Смотрим на пары. Сколько вершин в полном графе на 22 точках. Сколько пара. Число сочетаний из 22 подбор. Так? Как считать, мы знаем. Надо 22 умножить на 21 разделить на 2. Была ли у вас форму? Для количества ребер полного графа на этой шинке. Н, наверное, нужно узнать по полному. Была. Значит, мы посчитали. Получилось 231. Но при этом, не более, чем 66 из этих ребер, что называется... Ну, в смысле, что там кто-то, могут кого-то прочитать. Таких вот фактов чтения не больше, чем 66. Так? Значит, остается не меньше, чем 165 ребер. Но 165 больше, чем 161. И значит, полный четырехугольник непрочитанности у нас будет. Да. Полный четырехрешинник, где никто никого не читал. Поняли? То есть, смотрите, оказалось, что знание этого числа позволяет решить эту задачу. Вторая задача. Среди n квадрат человек, каждый имеет не более, чем n знакомых. Ну, знакомство при этом симметричное. Докажите, что можно выбрать n человек, никакие двое из которых не знакомы друг с другом. То есть, давайте, как это значит формулируется? Есть граф, в котором n квадрат вершин. Понятно? Да. n квадрат вершин. И степень у каждой вершины больше, чем n? Да. Степень любой вершины не больше, чем n. Доказать, что в таком случае там есть независимое множество из n человеков. n человек, никакие двое не знакомы, называется независимое множество. Сосчитать все ребры, а потом... Так, сосчитать все ребры, это я умею. А потом... Сосчитать все ребры, это будет... n квадрат умножить на n квадрат минус 1 пополам. Отлично. Дальше. А должно быть? Надо... 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 Надо найти... Чтобы не было... Чтобы не было... Где нету n... К, n. Граф без к, n. Да, да. Граф без к, n. Ну, для этого надо n квадрат разделить на n минус 1 в более-менее равных кусочках. Это не трудно, кстати. Дело в том, что n квадрат минус 1, это n минус 1 умножить на n плюс 1. Поэтому, смотрите, что такое n квадрат? Это n минус 1 умножить на n плюс 1 и еще плюс 1. Так? Так. Значит, как будут устроены наши доли? Они будут устроены так. По n плюс 1 в каждой доле. По n плюс 1 и еще будет одна доля, в которой n плюс 2.